Здравствуйте! Сегодня для тех, кто только становится на путь живописи, на путь творчества изобразительного, я бы хотел порассказать, ну, может быть, с высоты опыта, как лучше к этому приступить. Из собственного опыта я вам сообщу, что когда я приступал, я уже был самостоятельным человеком, мне было 20 лет, и я познакомился с художником, молодым тоже, ну, мы в театральную студию ходили, и я увидел его в работе, меня это, конечно, вдохновило, очаровало, хотя до этого была художественная школа и прочее, вот, но так всерьез это еще в моей жизни не было, в 20 лет это случилось, я познакомился с этим приятелем, будущим другом, и закупил буквально все необходимые материалы, чтобы всегда, где он пишет, писать вместе с ним, как бы из-за спины, и вот я обучался, ну, получилось так, что сразу с портрета, сразу с серьезных задач, плюс мы выходили на природу, и я тоже за спиной все время работал. Этот путь для меня был просто чрезвычайно эффективен, так получилось, что благодаря вот этому, вот этой работе за спиной опытного, хотя этот принял был мой ровесник, но у него отец художник был, и он все, все свое детство, молодость провел в атмосфере живописи, тоже закончил какую-то художественную школу, но, прежде всего, вот этот отец, то есть мастерство ему доставалось из рук в руки, и я тоже стал брать это мастерство из рук в руки у него, поскольку он был очень ярок, очень талантлив этот Виталик, то, ну, мне так повезло, что я учился очень талантливым парнем, и эффективность была такая, что через три месяца хождения с ним на натуру, приглашение на туры в мастерскую, работа с фотом материала, и мы буквально за три месяца сделали меня почти что равным ему. Как-то мне тоже хватало таланта, и я почти уравнялся с ним, и мы вместе потом поступали в Суриковский институт. То есть, я сначала думал, поступлю в художественное училище, но так получилось, что за три месяца стало ясно, что художественное училище мне не нужно. Вот, и вам в этом смысле я бы хотел посоветовать, исходя из своего опыта. И в чем, вот, принципиально, на мой взгляд, всерьез отличается мой опыт от опыта многих других, с кем я сейчас сталкиваюсь, кто пытается рисовать. Часто люди, приступая к этому делу, ну, как бы, по-деревенски решают вопросы. А стоит вполне менеджерски, вполне делово приступить к собственному обучению. Даже если вы на свое творчество готовы уделять только пятую, или, может быть, даже меньшую часть времени в сутках. Основная проблема, с которой я теперь сталкиваюсь в лице моих подопечных, что, когда они приступили, они берут маленькие форматы. Берут неудачные кисти, неудачные краски и ставят перед собой неразумные задачи. И, естественно, топчутся на месте, и многие отчаиваются в этом деле, и откладывают в сторону. Ну, видно, я не талантлив, или не талантлива. Что, конечно же, скорее всего, не так. Все-таки мера таланта практически у всех есть для изобразительного творчества. А современная живопись с ее разнообразием вкусовым позволяет и человеку с малыми изобразительными возможностями вполне успешно выставляться как художник. Если у него есть вкус, если у него есть жест, то есть вальяжность. Вот, кстати, танцоры, танцовщицы в основном, потому что мужчины редко идут во взрослом состоянии в живопись, танцовщицы, с ними легче работать, потому что жестикуляция для них ясное дело. И они очень быстро осваивают живопись, которая нуждается в жесте, в поступке. Но и среди людей, не танцующих, естественно, полно людей, способных на жест, способных на высказывание, имеющих вкус и могущих его проявить. Ну и, как правило, из тех людей, кто решился на изобразительное творчество, как правило, это люди уже с более сложной структурой. И, конечно же, у них есть вкус, или начатки вкуса, или какое-то индивидуальное предпочтение вкусовое, даже в отборе тем, и цвета, и прочего. Поэтому, если правильно, менеджерски, делово организовать свой творческий путь, то очень быстро вы получите результат. Итак, вот, в моем случае, три месяца хватило, чтобы я стал совершенно профессионально себя чувствовать. Я стал зарабатывать от живописи. Вот, и, ну, просто потом надолго ушел в церковную живопись, и ушел из этой гонки за место под солнцем в средской живописи. И, конечно же, темп был потерян развития. Но сейчас, тем не менее, опять я имею этот темп, и вполне процветаю, как светский художник. Итак, значит, когда вы решились заняться изобразительным творчеством, еще раз, поступите как менеджер своего творческого процесса. Не идите на поводу общепринятой схемы обучения, которая результат вам даст через многие годы. У вас нет многих годов на это. Стоит как бы так, что сначала научить, сначала уметь, а потом учиться. Можно выбрать какую-то тему, ну, скажем, букет, решить для себя проблемы букета. Может быть, эта тема дали горные. Может быть, это романтические портреты. Именно романтические. То есть обобщенные, приблизительные. Может быть, это женская ню. Может быть, это натюрмортные какие-то решения. Может быть, это просто пейзаж какой-нибудь, какие-то рощицы, рощицы, рощицы. Вцепиться в одну из любимых тем в живописи и взрастить себя в ней, до такого состояния, чтобы мочь производить полноценные картины. Можно производить или изготовлять, как кому удобнее на слух, чтобы уже на 20-ю картину в вашем творческом учебном процессе вы смогли знать, что это можно и выставлять, и продавать. На самом деле 20 сеансов вполне хватает, как практика показала, чтобы стать специалистом в узкой области. В изобразительном творчестве, в работе с маслом достаточно 20 сеансов, 20 подходов к картинам, чтобы стать профессионально благополучным именно в этой области масляной живописи. Может быть стоит сначала попробовать себя в разных темах, ну скажем, ощупать весь перечень тем. Может быть под словом «весь» можно подразумевать 10, может быть под словом «весь» целых 30. Ну, ощупать, ощупать, как, что больше на душу ложится и что лучше исполняется. И выбрав одну из них, стать специалистом в этой теме. Положив основание успеха, вы сможете расширять навыки и расширять диапазон ваших тем, не ломая главную тему. То есть на главной теме утвердиться, ну скажем, может быть даже 30-ю, 5-ю, 10-ю картинами, чтобы у вас от зубов отскакивало успешное решение какой-то одной темы. Конечно, для того, чтобы в этой теме разобраться, желательно воспользоваться опытом опытных, которые бы прямо показали, как это лучше решать. Практически во всех регионах русскоязычного пространства, ну а сейчас, наверное, во всем мире, есть более-менее хорошие художники, которые бы могли поделиться с вами этим опытом. Не идите просто в кружки, не идите просто в студии, где некий простоватый конвейер, который без особого интереса к результату работает. Просто вот, ну как средняя школа, как обычные институты, люди времяпрепровождают. Вас такое вряд ли может устроить. Организуйте свой процесс так, чтобы какой-то опытный художник, который готов поделиться, который может сформулировать словесно и показать без истерики вам эти приемы для написания именно этой специфической какой-то темы. Для того, чтобы приступить к этому, стоит закупить необходимые материалы. Покупать не пару холстиков. Вот я куплю себе пару холстиков и попробую. Да, купишь, попробуешь, ничего не поймешь. Вообще ничего. Это сразу отрицательный опыт. Масло очень простой материал. Он настолько простой, что как практика, вот с акварелью не справиться, вот я бы и не стал бы заниматься с акварелью. Потому что акварель это материал, который рисует. Это скорее рисовательный материал. И акрил это скорее рисовательный материал. Хотя это краска, хотя это разжиженность. Но это материал, который требует очень точного рисунка от художника. У вас такого рисунка нет и в ближайшее время не предвидится. Поэтому вам нужно пойти обходным путем. Вот этот обходной путь это масляная краска. Холст и масляная краска. Плюс те инструменты необыкновенные, которыми можно пользоваться в масляной живописи. Это и мастихин. Вы знаете сейчас половина живописи на выставках. Это сплошной мастихин. Это и пальцы. Руками прямо писать. Это и тряпка, и губка. И многое-многое еще можно вспомогательного использовать в работе с маслом. Почему? Потому что масло не твердеет, не высыхает. То есть у нас сутки всегда есть на то, чтобы гонять краску, видоизменять рисунок, прежде чем мы поставим какую-то точку в этом сеансе. В акварели и других материалах. Как только высохло, все, вы попались. Вот тот результат, который произошел после высыхания, уже на вас действует. А здесь вы можете менять ситуацию на холсте целые сутки. А иногда и больше. Мало того, процесс переписывания картины тоже не проблемен. Краска, если высохла масляная, по ней можно писать так же, как по чистому холсту. Только уже будет некоторая фактура краски. И все. То есть вы можете переписать картину много раз. Почему масляная живопись часто переписывалась и писалась картина иногда и по 12, и по 20 лет. Потому что все возможно переписать, дописать по сухому. Плюс масляная живопись обладает техническими возможностями, чрезвычайно более высокими, чем материалы, которые мгновенно сохнут. Как мы уже перечислили, это и мастихин, и тряпка, и руки, и прочее. Ну говорят, что даже вот эти вот свои гигантские работы Айвазовский писал чуть ли не веником. Ну так, для того, чтобы удивить публику, он делал мастер-классы иногда. И чуть ли не веником писал ее. Насколько удобный материал, что можно им просто дурачиться. Поэтому, если вы купили маленькие холстики, лишь бы какие кисточки, лишь бы какие красочки, то ваш эксперимент будет отрицательным, гарантирован. Если вы нашли педагога, человека, который будет готов с вами немного повозиться, пусть он будет стоить дороже, чем обыкновенная студия. Вы же, наверное, понимаете, вот даже классическая формула, очень важно найти учителя. Кому-то везет, кто-то вот нечаянно находит учителя, кто-то чаянно ищет его. И если вы хотите приступить, то вот чаянно найдите себе учителя, который повозится с вами. Всегда у знакомых знакомых, всегда найдется художник. А еще лучше просто даже зайти в интернет и посмотреть, кто в вашей местности хорошо, интересно пишет, и обратитесь прямо к нему. Художники нуждаются в деньгах не только от продажи картин, они вполне могут зарабатывать и от уроков с вами. Но здесь вы получите из рук в руки с желанием художника вас научить. И когда вы нашли такого художника, закупите по его совету хорошие материалы. Только он знает, что такое хорошо и что такое плохо среди художественных материалов. Либо опытным путем, несколько лет вы будете сталкиваться с плохими материалами, с плохими кистями, с плохими красками, с плохими холстами, с плохими треногами. Ну скорее даже неудачными треногами. С неудачными даже тряпками. Прежде чем у вас все это сформулируется, незачем несколько лет убивать на эти неудачи. Сделайте все сразу разумно. Пусть тот учитель, которого вы себе выбрали, поможет вам выбрать материал. Закупить материал стоит не 2-3 холстика, а закупить так, чтобы у вас было на ближайшие, ну хотя бы месяца 2 работы. Может быть это десяток холстов. Ну кистей много не обязательно, достаточно иметь основной перечень. Ну и остальные материалы, красочек закупить. Причем не те, которые вам понравились, когда вы пошли в магазин. Потому что очень много красок, которые вы купите без опытного совета, просто будут лежать у вас, пока не засохнут. Они вам никогда могут не понадобиться. Производители красок, зная своего клиента, часто клиент, это как правило, вот даже в меньшей степени студенты. Хотя на бедных студентов рассчитаны, они тоже рассчитывают. Бедные студенты часто покупают дешевые краски и разноцветные, потому что среди них очень много девочек. Такие нежненькие цветики. Ну и, конечно же, взрослые люди, которые пробуют себя в живописи, а я вам скажу, что это большая половина потребителей красок, они тоже, это женщины, они тоже выбирают краски, похожие на тени в их палитре. Нежные пастельные цвета. И, конечно же, эти цвета мало пригождаются. И они даже не понимают, почему они смешивают это с этим, а оно не складывается, а нет цвета, который нужно. Потому что и незачем было покупать ту чепуху, которая рассчитана просто для того, чтобы вы купили, и оно лежало. Опытный художник знает, и я вам сейчас кое-что проговорю из того, что вам, возможно, тоже проговорят опытные художники. Знают, какие краски купить, знают, какие кисти иметь. Именно для масла кисти, а не вообще кисти. Как выбирают кисти женщины? Опять же, 90% пишущих взрослых людей, пробующих себя в живописи, это женщины. Женщина выбирает кисть, похожую на свои вот эти косметические кисти. Очень нежненькие, красивые кисти. Но они не подходят к масляной живописи. Поэтому, опять же, опытный художник, с которым вы будете, он вам подскажет, какие кисти лучше купить. Мало того, он знает, какие кисти есть в магазине. Какие кисти будут в магазине, не случайные кисти, а те, которые вы сможете заменить потом, к которым вы привыкли, прощупали их качество, и потом сможете этим же качеством пользоваться, хотя бы некоторое время, пока они будут в продаже. Иногда вы можете где-то в столице купить хорошие кисти, допустим, а приехали к себе в провинцию, кисти стерлись, потеряли свое качество, а восстановить эти кисти вы не можете. И покупайте кисти, которые приличны для клея, но не как для массовой наживы. Значит, вам стоит обратиться к опытному художнику, за тем, чтобы закупить материал. Слово «закупить» подразумевает сумму до 1000 долларов. Вроде бы сумма немаленькая. Но если мы рассматриваем другие наши расходы, то мы легко тратим 1000 долларов на летнюю поездку на курорт, мы легко 1000 долларов тратим на здоровье и многие прочие вещи. И часто вот именно на это мы хотим, ничего не потратив, получить. И получается, как в песне вот эти слова замечательные, что меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. То есть, при том, что живопись может быть действительно любимейшим делом в этой жизни, наслаждением и отдушиной, мы хотим обойтись каким-то дряным холстиком, дряными кисточками и дряной формулой обучения. Не стоит браться, вы просто получите отрицательный эффект. Отчаяние, уныние, что вы вот такие безрукие, бесталанные. Поэтому материалы закупите, хорошего качества, ориентируйтесь на сумму до 1000 долларов. Кому-то в стартовом пакете может быть на 300 долларов. Я почему в долларах, потому что эта цифра понятна и Украине, и Белоруссии, и России. А в каком-то случае эта цифра будет 500, 700. Так, чтобы два месяца спокойно работать, лучше на 1000 долларов закупиться. И тогда уже, если есть у вас у кого обучаться, обучаться этому. Ну, тем более, что в наше время, если бы в мое время были бы видеоматериалы, нам бы, конечно, тогдашним начинающим было бы намного легче. Сейчас видеопродукты, которые решают проблему поиска учителя. И, конечно, если вы нашли себе учителя в видео, это очень хорошо. Но еще могу посоветовать периодически совершать творческие командировки к своим видеоучителям. Ну, просто для того, чтобы увидеть, как это вблизи происходит. Может быть, два дня, скажем, выходных, провести с художником, у которого вы учитесь, по видео, он скорректирует то, что вы видели на экране. И многие вещи станут значительно понятнее. Хотя, видео, конечно, уже упрощает задачу. Итак, давайте договоримся, что те, кто слушает меня и готов, и выбрал, как некого учителя меня, или присматривается ко мне, как учителю, поступит по этой формуле. Закупите необходимые материалы, которые вам обеспечат творческий процесс на определенное время. То есть, на хорошее время. Хотя бы на месяц. Не случайно сделаем выплеск. Начнем с холста. Многие покупают маленькие холстики. Я вот куплю себе маленький холстичек. Маленькую кисточку. Просто попробую. Значит, чтобы на маленьком холстике хорошо сработать, нужно иметь очень хороший рисунок. Здесь жест невозможен. Здесь возможно только рисование. Рисование в вашем случае будет неподходящим. И на этом холсте будет мелковато. Хотя уже лучше. А еще лучше хотя бы начать с холстов 50 на 70. Можно и больше. И еще больше. Но вот этот холст он хороший. Такой стабильный немелкий формат. Поэтому советую не покупать в начале холстов, даже чтобы не привыкать к такому. К такому формату. К такому к таким рамкам. Не привыкать. Здесь и руки есть где размахнуться. Мы опять же с вами исповедуем живопись в первую очередь, которая основана на жесте, на поступке, на обхождении своего неумения вырисовывать. Современная живопись, вы видели, не очень-то любит вырисованное. Она наоборот предпочитает недосказанность, некий импульс, всплеск, поступок, жест. поэтому вот здесь уже это несколько возможно. Конечно, стоит в интернете увеличить свой кругозор. Может быть, и на выставках стоит увеличить кругозор, даже желательно, конечно. Увеличить кругозор свой. А что предлагается, вообще, чем интересуется современный зритель, и что пишут современные художники. Когда вы посмотрели, я думаю, что когда вы посмотрите не в глубину веков, а в современную живопись, вы увидите, что очень много легкомысленной живописи. Легкой и легкомысленной. И вот в сторону этой живописи мы с вами будем смотреть в первую очередь, пока мы не умеем рисовать. По мере того, как с каждой новой картиной ваше умение рисовать и видеть будет расти. И у вас появятся постепенно появятся все более сложные, все более может быть детализированные, а потом может быть и выписанные, глубокомысленные работы. Но к этому мы должны прийти чуть позже. А пока нам нужно создать условия, чтобы наши картины можно было и выставлять, и продавать. Кстати, о продажах. Кажется иногда, вот я сначала научусь, а потом буду продавать. Ну, может быть, это и справедливо, конечно. Или как я выйду со своим в калашный рет. Ну, кажется, что это скромно. Но чем такая скромность закончится? Что деньги на творчество закончатся, дом захламлен неудачами творческими, и а может быть, даже и удачами на денег больше нет. И все остановилось, поросло пылью. Приступая к живописи, может быть, стоит сразу подумать и о менеджерском решении вопроса о сбыте картин. сбыт картин дело нехитрое, если о нем своевременно позаботиться. Ну, как бы подложить соломку. Для сбыта сейчас есть много виртуальных галерей, которые не брезгуют выставлять картины и начинающих художников, если они симпатичны. и вы можете сразу быть в ряду художников. Некоторые более основические галереи, которые работают только с какой-то особой культурной прослойкой художников. Хотя и среди художников вы знаете, какая разница есть в классе мастерства и даже в классе вкуса. и поэтому в виртуальной галереи вы можете создать страницы в соцсетях, где будете публиковать свои картины и создавать себе поклонник, как бы любителей своей живописи. Опять же, если мы идем по-взрослому на учебный процесс, вы создаете себе, в том числе заранее подготавливаете условия для сбыта картин. Фейсбук отличное место для сбыта картин вращайте именно на англоязычную аудиторию. Англоязычная аудитория покупает картины мои ученики, ученицы, имея вот один простой пример. У меня есть девочка, которая учится, ей там 25, по-моему, у нее публичная страница в Фейсбуке на 5 тысяч англоязычных друзей. Раз в месяц у нее происходит продажа, в среднем, раз в месяц происходит продажа за 1000-1200 долларов за картину. Она отправляет, почта сейчас работает, гарант гарантирует сделку, там какой-то гарант у нее есть, и все это очень легко происходит, у нее постоянно есть доход, она зарабатывает больше, чем тратит на мои уровни. Хотя она приступила к этому делу всего полгода назад. Правда, группа у нее это была. То есть вы должны заранее позаботиться о том, чтобы у вас появилась публичная страница ВКонтакте, Фейсбуке, себя сделать, ну, открыть себя и в Твиттере, и еще в этих социальных одноклассниках. Плюс виртуальные галереи. Плюс возможны выставки в салонах красоты. Очень хорошее место для сбыта картин в салонах красоты. Там аудитория в основном женская, а именно женщины главные покупатели картин. Вы своими картинами украшаете их и делаете их внутреннюю жизнь более богатой. Там выставки какие-то происходят. Ну, и, соответственно, с вас не будут драть серьезные проценты за проданные картины. Мало того, вы можете выставить свой телефон, что это продается, и таким образом иметь обеспечение, то есть продавать желательно, ну, скажем, минимум раза в три дороже, чем себестоимость картины. Даже если вы работали с художником, увеличивайте, а тем более, если вы работали с художником, если художник все-таки загнал работу в профессионально благополучное русло, то тем более вы можете рассчитывать на три цены, затраченных на саму картину. очень хорошее место для продажи, как выяснилось, вот у меня несколько девочек в Днепропетровске, умудрились здорово распродаться в спортзале. В спортзале, в который ходят более-менее обеспеченные люди, очень хорошо распродались картины. То есть там картинам как бы они немножко может быть странно выглядели среди этих штанг и прочее, но там есть фойе, естественно, и вот в этом фойе была серия выставок, которая прекрасно распродалась. Фитнес-центры, то есть арт-кафе, это те места, в которых вы, новички, без всякого стеснения можете выставляться. поэтому заранее подготавливаем себе и в интернете почву, и в оффлайн. Я вынужден, конечно, много говорить и мало делать, потому что делателей стало много, некому всерьез проговорить, как я вот посмотрел в интернете, некому всерьез проговорить вот эти проблемы. Люди как бы тычутся, как слепые котята, а хочется собрать, собрать это все во что-то организованное и разумное. Поэтому, если я буду больше говорить, чем вы хотели бы, ну уж потерпите меня. Во всяком случае, я говорю о наболевшем, я постоянно общаюсь с этим наболевшим, у меня бесконечные уроки, вот, и в разных городах, вы знаете, и поэтому не есть, что говорить. Итак, с холстами мы уже разобрались. С размерами холстов есть еще качество поверхности. вы в магазинах часто встретите холсты с незагрунтованной вот этой частью. Вот этой частью незагрунтованной. Никогда не берите эти холсты для своей работы. хороший холст производит крупный производитель. Крупный производитель может себе позволить, но это все равно, что создать автомобиль в домашних условиях. Будет корыто, ездящая корыто. Также и здесь. Белый тоже будет белый, тоже будет вроде бы на ощупь похожий, но будет дрянь. Как правило, если крайне загрунтован, то значит тряпка была натянута и загрунтована чем попало в соседнем подъезде или на соседней улице. Салоны берут и такие холсты, они там дешево стоят, а иногда кстати нахально и недешево. Вот, и салоны берут, потому что какая разница им. Плюс можно же упаковать, сейчас красиво. Тут будет и целлофан, и уголочек красивый, и какой-то фирменный дурацкий фирменный знак, который вам ни о чем не будет говорить. И толку, что у вас такой будет холст, когда ни приятности общения с холстом не будет от прикосновений, ни взаимодействия холста с с веществом краски не будет разумным. Часто холст либо втягивает в себя масляное вещество настолько сильно, как картон, что как бы на поверхности остается помадка краски. Я думаю, понятно, о чем речь. Помадка. Вот есть конфеты помадкой и помада есть. остается помада вместо кома краски. То есть кроме белого вещества здесь еще клеевое покрытие должно быть. И часто самопально сделанный холст этим клеевым покрытием не воспользовался. Или сделал его в один слой и плохо сделал. Крупный производитель умеет это делать хорошо. Он занят этим всерьез, исследует качество, советуется с художниками, поэтому там возможно получить приличный продукт. Поэтому если а у крупного производителя естественно большой рулон и большой да, рулон и поэтому они обрезают обрезают когда когда холст монтирует на подрамник на подрамник монтирует они обрезают это дело и получается что здесь тоже загрунтовано. Значит никогда не покупайте холсты с не загрунтованной вот этой частью. И загрунтованное бывает разного качества получше похуже или к одной рода живописи подходит больше другой рода живописи меньше. С учителем можно отрегулировать этот процесс. Если учитель учит вас на тех холстах которых сам пишет он уже знает их сочетоваемость и соответственно вам будет легче брать то что он показывает если это будет холст такой же как у него ну или если вы общаетесь со мной то такой же как у меня у холстан часто встречаются вот такие клинышки колки называются сейчас я целопан отберу многие люди спрашивают а для чего это показывают для чего это вот такие клинышки мы их вставляем вот здесь есть щели мы их вставляем в эти щели сейчас вставляем одно другое и скажем у нас провис холст провис камера видит допустим у нас провис холст во время работы или от сырости на балконе сох провис мы по этим клинышкам вот так побиваем в одну сторону в другую побиваем распирается подрамник подрамник сделан так чтобы мочь быть расперт разбирается подрамник и соответственно натягивается снова холст усиливается напряжение вот для чего вот эти симпатичные симпатичные штучечки колки сюда подбили и расперт холст то есть работа может провиснуть через год может через два провиснуть и чтобы не мучиться сделать вот так если у подрамника нет такой вещи такого таких колков то а холст провис вы можете протереть идет какой-нибудь пшикалкой напшикать влаги а можно даже иногда залить воды залить залить повултыхать здесь в этом корыте слить поставить дать немножко стечь в воде и натянуть холст в промежутках прям плоскогубцами взять и вот так чуть-чуть поднатянуть холст в разных сторонах и тоже прибить допустим на какие-нибудь скобы для этого вам понадобится степлер это вот такой инструмент вот такой инструмент он был виден вот такой инструмент степлер вот такую скобу он выплескивает камера видит то есть берем и набиваем натягиваем и подбиваем тоже стоит завести очень часто пригождается значит будем считать что с холстиками мы разобрались тренога многие покупают себе большой деревянный мольберт многие покупают деревянные треноги достаточно проблемный проблемный это достаточно проблемное сооружение это красиво конечно это красиво когда целый мольберт стоит ну в наше время появились мольберты кстати не очень красивые у которых очень много функций но в которых разобраться даже художники не могут как правило художник пользуется только одной функцией из этих десяти а это доробило занимает пол мастерской вам это доробило вообще не нужно возьмите нормальную и деревянные треноги деревянные треноги тоже есть существуют эти деревянные треноги у них иногда дерево отсырело высохло снова отсырело высохло ноги искривились и в этих пазлах в которых они там сидят трудно перемещаются очень трудно иногда женщинам прямо ну никак мало того там эти закрутелики неудобные которые часто нужно так давить как женская рука не справляется вот у этих треног все идеально легко оттопырили зажали зажали оттопырили собрали зажали оттопырили зажали очень удобная штука очень хороши треноги вот с такими перекладинами как правило у треног разъезжаются во время работы ноги там у других треног попроще есть какая-то веревочка типа для того чтобы поддержать сейчас вам даже покажу эту страшную конструкцию есть треноги у которых вот эта вот веревочка подразумевает что ею можно ногу удерживать от растягивания не верьте очень тяжело очень неудобно и неуклюже поэтому постарайтесь купить треногу купить треногу вот с такими укрепляющими чтобы не разъезжалась нога вот так дальняя нога чтобы не уходила вы только нажали она ушла мало того у этих треног не хватает собственного веса чтобы быть упором у у этой треноги хватает веса чтобы холст который стоит на ней от вашего прикосновения тут же не уезжал назад ведь она скорее готова ногу приподнять от моего надавливания чем уехать так к сожалению уезжает но опять же это можно узнать опытным путем или вот послушайте опытного кто уже прошел эти все проблемы иногда мне приходилось покупать и эти треноги просто потому что не было других а география у меня большая поэтому и треног нужно было много вот сейчас у меня есть вот эти идеальные треноги которые я и вам предлагаю искать или покупать через моих менеджеров так мало того посмотрите как удобно на столе стоит под ней палитра палитра прямо под ней замешал пишешь замешал пишешь и другое дело когда перед вами стоит вот эта красавица деревянная тренога ой не тренога мольберт мало вам этой этого квадратного метра ее на стол не поставишь она будет стоять на полу занимать это место сложить ее невозможно вот если эту сложить элементарно вы поняли то эту деревянную не сложишь так и будет квадратный метр комнаты занимать так еще рядом с ней нужно поставить поверхность на которую вы поставите палитру но благо если там есть какие-то штыри которые неудобны потому что на штырях нет-нет да и свалится нет-нет да и а здесь вы на столе и у вас никаких проблем не возникает так вот организация рабочего места это тоже входит в программу успешного вашего творческого процесса учебного и не только учебного а и вообще поэтому не начинайте с неудач иногда треногу или мольберт дарят дарят потому что знают что человек хочет начать рисовать писать вот ему дарят потом с этим конечно как-то приходится быть но если вам не подарили а вы сами соизволили то извольте брать хорошее конечно же в вашем наборе обязательно будут кисти чтобы приобрести хорошие кисти тоже придется похлопотать либо вот как я предложил что вы с тем учителем с которым вы будете работать вы будете заниматься вы выясните какие кисти лучше может быть он вам прям подскажет где купить их в вашем вашей местности в моем случае попроще я вы знаете вы видите на рекламы на роликах что я предлагаю вам приобрести кисти с какими кистями часто мы сталкиваемся в магазинах мы сталкиваемся с кистями низкого качества в связи с тем что мы часто в магазинах сталкиваемся с кистями низкого качества то сколько ну вот продукт который не покупают каждый день и нет у этого продукта всеобщей необходимости ну вот вы наверное даже можете наверное это можно с хлебом сравнить хлеб который покупают много все-таки легче унифицировать качество а здесь человек пришел первый раз первый класс какие у вас кисти какие-то вот такие ну такие и купил или в связи с тем что в принципе прослойка людей которые покупают эти материалы небольшая небольшая часто магазины ассортимент имеют а качество в этом ассортименте а качество не заботится ну главное что у них все есть и скажем вот хорошую щетину в наше время вообще практически невозможно купить вот я честно скажу последние года два вообще не встречаю хорошую щетину синтетика продается в изобилии но тоже не всегда благополучного качества именно для масляной живописи синтетика иногда слишком тонкая она больше уместна может быть для водных красок акварель гуаш акрил темпера а для масляной живописи нужна более грубая кисть щетина или синтетика а-ля щетина и вот именно такие кисти а-ля щетина или синтетика вернее синтетика а-ля щетина или щетина если вы наткнетесь на хорошие кисти щетины прекрасно покупайте с запасом потому что можете больше и не наткнуться в ближайшее время но вот в нашем случае это синтетика вот некий производитель с которым я уже но я их правда покупаю на Украине здесь в России почему-то их нет но зато они есть на Украине очень хорошего качества кисти у них высокая щетина высокая у них хорошая плотность нет это синтетика но она имитирует щетину у них хорошая плотность кисти ну и в данном случае вот этот закругленный мотив хорош и для штриховательной задачи и для укладывательной квадратные мазочки часто хороши вот ровная кисть щетина да часто встречается щетина с таким ровным обрезанным она хороша для таких квадратноватых мозаичных укладок но это универсально она и так неплохо вернее прекрасно справляется с задачей и штриховательно очень удобно из-за вот этой закругленности и в данном случае как бы набор из всех из всех размеров стоит иметь плюс может быть по нескольку тех которые быстро сотрутся стоит иметь эту эту и может быть эту скажем по несколько штук кисти а-ля колонок или колонок колонок вам вообще не нужен колонок дорог выйдет из строя довольно скоро не позже чем синтетика в данном случае это синтетика а-ля колонок ну мне повезло встретиться с этой фирмой вернисаж и я постоянно ее покупаю для себя ну и теперь для других и так вернисаж если встретитесь с такой кистью покупайте с запасом очень хорошего качества ворс очень выносливая а это я вам скажу как называется называется это кисть колос милк вот эти слова может быть камера нам покажет близко из кистей я рекомендую вам эти часто кисти вот недавно случай а вот боброс пользуется барсуком ну прекрасно если вы хотите работать в традициях боба-роса купите кисть из барсука и пользуйтесь барсуком но боброс ну это такая немножко ярмарочная живопись упрощенная до она слава богу что существует боброс но русскому человеку боброс как-то не удовлетворяет русского человека такой все-таки формульный подход как бы ну такой уже упрощенный что аж скучно хотя конечно как элементы у боба-роса можно вполне взять и кисти с барсука и эти большие флейцы и его особенные мастихины все это можно тоже иметь пробовать пожалуйста на здоровье но вот барсук для такой традиционной живописи не традиционной в смысле классики а традиционной живописи может быть все-таки не самый подходящий вариант а аля щетина вполне подходящий или щетина ну и опять же говорю что кистей хорошего качества щетины практически не встречается еще чем хороши вот эти кисти они совсем не лезут часто щетина допустим даже более или менее качество но она лезет постоянно а эти вообще не лезут а лезут это значит вы набрали картину набрали набрали пописали пописали и всюду волоски этой щетины которые вы потом деликатно должны сковыривать с холста здесь ничего не опадает и выносливость у них колоссальная вот у меня несколько кистей побывавших в работе уже по многу раз чуть ли не по 100 раз и они все еще живые я потом расскажу и как помыть кисти разумно чтобы это удобно быстро и легко было единственное что конечно вот эти тоненькие довольно скоро теряют вид разлохмачиваются чуть-чуть становятся скорее круглыми ничем плоскими этих кистей стоит иметь несколько у кистей очень часто бывает одна смешная проблема как-то не заботятся производители о крепости вот этого крепления рекомендую даже если на вид кисть хороша и практически не болтается рекомендую взять изоленту именно изоленту и сделать два оборота обрезать мало то что эстетически это не становится не только не хуже а даже как-то по-особенному она полюблена кисть становится такой полюбленной ну и плюс вы навсегда ликвидируете проблему шаткости и срыва вот этой части с древка значит изолентка два оборота она прекрасно и долго держится то есть во время мытья и работы она никак не мешает процессу ну а так внешнее состояние кисти даже даже какое-то полюбленное в нашем инструментарии обязательны мастихины мастихины самые разные продаются ну скажем проблем с мастихинами по-моему нет никаких кроме вот этого мастихина который выкупают обильно из-за того что смотрят скажем мои видеоуроки а я поскольку работаю часто мастихинами на своих видео то раскупают эти мастихины и иногда их как раз приобрести трудно вот но рекомендую иметь кроме этого мастихина вот этот для крупных стартовых задач стартовых расштриховывателя будет удобен этот для всякого рода деликатных выписок и мелких подштриховочек укладочек будет удобен этот то есть этот как бы главный но как вспомогательный стоит иметь похожий на этот эти дефицитом не являются они везде продаются труднее с этим некоторые делают так обрезают на станках и становится вот такая рыбка но толщина одного и другого немножко разнится почему-то вот мастихин переделанный переделанный на вот этот почему-то не так приятен на сгибаниях и укладках как в чистом виде то есть на мой взгляд это просто универсал он очень проворен и может все все хотя и другие это номер 61 главный а этот 12 хотя и другие мастихины пожалуйста приобретайте единственное что стоит приучить себя к одному двум мастихинам чтобы ими все уметь сделать смена инструмента и смена технологии вы прежде чем к нему приспособитесь пройдет время а так у вас уже рука спокойно легко владеет одним и тем же и вы начинаете быть с ним большими друзьями мастихины в наше время приобрели актуальность почему мастихиновая живопись она по своей укладке напоминает мозаик густая краска часто мозаичная укладка густая мозаичная а мозаика вы знаете даже грубость мозаики выигрышно смотрится и поэтому мастихиновая живопись выигрышно смотрится эмоционально смотрится убедительно как вещество картина как вещь смотрится убедительно от густой краски и от мастихиновой укладки поэтому мастихин очень рекомендуют для работы но не только конечно не стоит уходить только в мастихин все таки оставить быть шире в своих инструментарий вот конечно же это краски в нашем случае скупая палитра то есть что мы часто делаем в магазине мы покупаем ну особенно женщины покупают изобилие красивеньких цветов и особенно похожих на на мои тени ну прямо такие красивые как мои тени не стоит покупать вот эти красивенькие разбеленные цвета стоит купить густые активные краски стоит купить фирму мастер-класс вот вы видите здесь название это из питера краски с советских времен у них идеальное качество даже иностранные краски не соответствуют той планке которую взяли в свое время эти краски у них нет ассортимента изящных цветов каких-то особенных цветов но стабильные цвета основные цвета у них просто идеальны и еще это наш производитель который никогда с рынка не уйдет и скорее всего не изменит качество до плохого поэтому вы всегда сможете будет всегда узнаваемость краски когда вы будете смешивать цвета иностранные краски вроде бы красивые вполне можно ими пользоваться но вот они ушли с рынка по какой-то причине и вы лишились привычного материала скорее всего с этим материалом вы сможете работать десятилетиями и для вас я рекомендую для новичка особенно рекомендую скупую палитру если вы купите 40-50 цветов то конечно смешивание их превратится в полную кашу а если у вас будет скупая палитра 5-7 цветов то в них сориентироваться вы сможете довольно быстро как в таблице умножения это с этим вот это получается это с этим вот это и вы очень быстро сориентируетесь и привыкните получать то что вам нужно потому что на самом деле из этих трех вообще все красный желтый голубой это основа сочетание их между собой плюс белила и вы вообще имеете всю палитру с разными нюансами цветовыми то в пользу белил то в пользу желтил то в пользу голубил то в пользу розовил то в пользу голубил то в пользу белил то есть вот эти замесы замесы будут разной тональности разной холодности и так далее и так далее скупая палитра вот основа основа к этой основе я предлагаю добавить марс коричневый темный прозрачный вы видите что белила другой фирмы гамма ну вот из всех белил которые есть у нас на рынке на русскоязычном рынке почему-то это самые лучшие белила именно у гаммы у мастер-класса белила не такого качества опять же а как определить качество ну раньше времени вы все равно его не определите но эти белила вы когда вы выдавите их и выдавите какие-нибудь другие вы даже по консистенции краски увидите что это надежные часто белила бывают сопливенькими такие раз ну сопливые иногда белила бывают с малым веществом белого то есть как бы как клей ПВА по виду белый высох прозрачный вот так и здесь конечно она белая но выдавил и недостаточно белил в ней также недостаточно как ощутима разница между титановыми белилами и белилами цинковыми я думаю те кто столкнулся с этим уже один раз уже заметили эту разницу у цинковых белил белого вещества внутри значительно меньше их белильность чем у титановых классическая живопись а-ля музей а-ля голландский натюрморт подразумевает цинковые белила но вы не подразумеваетесь для такого для такой сложной живописи поэтому для современной такой легкой импрессионистической экспрессионистической живописи не покупайте цинковые покупайте титановые белила кроме того гвардейского как бы количества красок то есть это гвардия красок вот то что мы сейчас просмотрели можно дополниться ультрамарином если у голубой цвет голубой голубая ФЦ вот здесь голубая ФЦ у нее внятно голубой цвет то ультрамарина внятно синий цвет и в солнечный день теневые тенистые места как правило имеют синий цвет и вообще конечно ультрамарин благороднее чем голубая ФЦ но ультрамарин не вполне съедобен в замесах в смешиваниях скажем голубая ФЦ очень вкусно создает зеленые оттенки а ультрамарин в зеленых оттенках тухловат хотя кому нравится более сдержанная живопись можно использовать ультрамарин есть еще кобальты и прочее но я все таки предлагаю вот эти вот этих двоих кадми красный светлый если то что я вам показываю для гвардии это краплак розовый прочный очень интенсивный розовый цвет очень интенсивный он очень хорош в разбилах именно мастер-класс розовый краплак розовый прочный идеальный цвет в разбеливании чего у других розовых даже у очень хороших фирм запада розовый не тот этот тот но тот слишком розовый а этот более теплый алый цвет кадмий красный светлый есть еще кадмий красный темный но чтобы вам не путаться возьмите для начала кадмий красный светлый у него открыто алый цвет часто разнообразие красных смешение холодного краплака розового прочного и кадмия красного светлого не до перемешанные между собой мерцание теплого и холодного бывает очень красиво ну и все таки некоторые красные пятна имеют нарочито теплый оттенок поэтому рекомендую красный развеселить кадмием красным светлым и вот опять появилась иная фирма ладога бирюзовая у мастер-класса тоже есть бирюзовая ну почему-то она не такая вкусная не такой нарядный цвет как у ладоги поэтому рекомендую бирюзовую ладога бирюзовая она зеленовато тоже как дополнительный цвет не как основной но как дополнительный цвет часто мы работу ведем очень очень замешанными красками замешиваем 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 у нас всюду сложный цвет но потом поджигаем концовкой работы поджигаем чистым цветом и среди чистых как раз может выступить в том числе бирюзовая она очень вкусна в смешении с желтым будет настолько солнцем объятая зелень что будет красивый цвет ну и морская волна часто требует этого цвета поэтому основной совет и прямо даже может быть и требование не накупать изобилие красок не накупать изобилие фирм просто доверьтесь для начала доверьтесь вы сначала вкусите само общение с краской а потом уже будете смотреть прибавили какую-то другую фирму посмотрели входит он в вашу палитру или не входит просто если вы сделаете не так будет больно и чтоб не было больно как у стоматолога хочешь на живую будет больно но зато никаких химикатов хочешь чтоб не болел укались и и получишь лечение без боли вот без боли это скупая палитра с тем перечнем который я вам сказал еще у нас одно важное дело это палитра обратите внимание на эту странность художники по привычке в основном пользуются фанерными палитрами вот этими круглыми с красивыми по форме с этим местом для пальца дыркой для пальца это все очень красиво но не женское это дело закрашивает закрашивает вот эту область вот к тому же так у вас баночка с разбавителем тут же и это очень удобно здесь баночка должна быть отдельно потому что иначе она будет у вас переворачиваться поэтому вот это ну и рукава станет просто вот это держание палитры для женщин точно обременительно а есть еще такой важный нюанс вы здесь на холсте имеете те же ощущения на палитре из холста те же ощущения что и здесь мало того мастихину удобно на прогибающийся замешивать краску на фанерке на очень плоской и твердой поверхности труднее смешивать труднее меру зачерпнуть меру поэтому рекомендую создать вот такое чтобы создать вот такое нужно вот такое испачкать не нарядным одним цветом а как в данном случае вы видите такой грязнухой цветовой чтобы сделать эту грязнуху выдавим несколько основных цветиков которые у нас тут задействованы выдавили выдавили и тряпкой ну мы сейчас все это сделаем и тряпкой растерли дали высохнуть ну два-три дня все у вас палитра готова краска сохнет больше чем сутки поэтому два-три дня понадобятся в нашем ассортименте есть еще разбавитель тоже какой купить разбавитель ну практически любой разбавитель для живописных работ масло подходит не вода конечно же масло и вода несовместимы а именно разбавитель и не растворитель он так и называется разбавитель он разбавляет что очень важно для масляной живописи используются еще лаки и масло вот скажем масло льна вот скажем лак домарный но это больше для второго третьего сеанса а для первого сеанса мы конечно потом прочтем эти задачи с вами вместе а для первого сеанса берите только разбавитель в лучшем случае вы в эту меру разбавителя подольете вот такую меру масло стоит в вашем случае подлить ну скажем сантиметр этого расстояния подлить масло льна не масло с кухни а масло из магазина все для художников там какая-то специальная обработка проходит какие-то слова там отбеливания и прочее значит вот такое расстояние вот у вас столько здесь допустим жидкости вот столько масла сантиметр для чего с одной стороны разбавитель летучесть разбавителя уменьшится масло свяжет разбавитель и дольше будет мокрость сохраняться при вашем темпе письма который будет отставать от того темпа который художников показывающих вам на видео выполнение какой-то задачи у вас будет отставать и вам мокрость краски как бы увлажненность разбавленность краски некоторое больше дольше мне выгоднее лично мне работать на одном разбавителе поскольку у меня скорость высокая мне нужно сделать работу и чтоб ее мокрость поскорее улетучилась чтобы наоборот на вязкость накладывать как бы слой на слой чтобы нижний слой не скользил слишком вы пока вы там будете первую задачу выполнять у вас скорость будет другая и может слишком рано улетучиться разбавитель прежде чем вы справитесь с ней и будет суховато и вязко масло вот это порция масла не даст такой скорости улетучивания подобных баночках продаются акрилстироловый лак покрывной это уже для покрытия работы которая просохла ну скажем месяца через два или даже позже протереть не столько даже для сохранности картины сколько для равномерности блеска протереть картину этим лаком протираем его ну лучше смешать один к одному с разбавителем и штриховательно просто протереть всю работу не залить лаком а протереть проштриховать просто для равномерности блеска это не этот лак мы будем использовать для этого покрывной это мы потом с вами прочтем эту задачу это будет акрилстеролов покрывной есть еще всякие пшикалки покрывного лака может девочки любят эти пшикалки покупают запшикивают и всем довольны тряпочки ну вот в моем случае тряпочка то есть это фрагмент вот такого отреза от длинного рулона я закупаю их рулонами рекомендую пусть не рулонами но все таки закупить тряпки это это самая дешевая хэбэ по моему вязь или еще какая-то самая дешевая хлопчатобумажная ткань которую вы вот так отрезая будете иметь тряпку она легко рвется многие используют тряпки из домашнего хозяйства бывшая майка носки полотенца и прочее и прочее ну казалось бы а чем они хуже ну вот лучше вот эта тряпка мало того что мы тряпкой как инструментом часто работаем подтираем или распределяем красный это плюс у нас некая удобная и приятная в руке мера гигантское полотенце в руке неудобно держать поэтому полотенце как правило резать его тоже неудобно его кладут рядом и об него вытирают кисти неудобно удобно сделать вот так вот так удобно поэтому купите запаситесь и тряпкой чтобы ничто не мешало любви с тряпками какая проблема может возникнуть что в розничной сети дешевой хбшной ткани она им не очень выгодна они не очень хотят ее закупать естественно продавать несмотря на то что на складах она стоит очень дешево в магазинах даже если вы встретите она будет стоить довольно дорого но еще и встретить трудно вы видите на экранах и на этом ролике наверное видите и на других моих роликах вы видите предложение наших партнеров о том чтобы все эти материалы вы могли у них приобрести удобно поэтому обращайтесь пользуйтесь нашими удобствами еще один важный элемент в вашей работе будет выглядеть вот так только то что я держу в руке это малая часть того что вам понадобится желательно чтобы эта стопочка продлилась хотя бы вот на такое расстояние здесь наверное штук штук наверное 150 а у вас должно быть тысячи две три таких фотографий понятно что у всех есть компьютеры и на экране все можно удобно удобно иметь но очень часто ну материал вспомогающий материал но очень часто мы делаем с трех с пяти фотоматериалов одну вещь и листать постоянно компьютер не представляется возможным это раз а другой момент вы часто смотрите на компьютере и там очень нарядный цвет пробуйте у себя а он не нарядный а происходит это только потому что подсвеченная лампочкой экран подсвеченный дает нарядный цвет прозрачный а здесь вы имеете тот цвет который приличен тому изображению которое было то есть вы здесь не путаетесь в яркости цвета в насыщенности цвета или прозрачности цвета в этих материалах вы не путаетесь и конечно же у вас будут и портретные подсказки и фото материалы то есть когда просто фотография хорошая и скажем натюрморты кем-то написаны натюрморты и какие-то морские пейзажи и и прочее прочее подсказки 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 разные разные подсказки в данном случае они разнобоем то есть там всякое и фотоматериал просто фотоматериал с которого вы с чистой совестью работаете и подсказки с чьих-то работ написанных кем-то вот все это вы имеете как как помогающий материал некоторые художники фыркают вот дескать он их учит работать с фотоматериалом скажу вам честно я среди художников общаюсь тоже девяносто процентов работают с фотоматериалом едут даже в творческую командировку в Италию допустим в Венецию делают фотоматериал потом приезжают пишут картины и выставляют как будто бы они писали прямо с натуры конечно же художники часто работают с натуры что помогает им правильно воспринимать окружающий мир когда они уже работают с фотоматериалом но у многих художников чувство настолько обученное настолько тонкое что когда они смотрят на фотоматериал они прекрасно оживляют его у себя на холсте боятся фотоматериала в наше время бессмысленно наши классики с тех пор как появилась фотография ну Куинджи вообще весь одна сплошная фотография известной Куинджи и многие из наших начала двадцатого века художников русских и конечно не только русских пишут с фотографии это нормально это естественно мы сейчас готовим для вас для вашего удобства в разных сегментах живописи удобные полезные разнообразные подсказки фото это будет и натюрморты разного рода и пейзажные разного типа там отдельно морские пейзажи отдельно рощи отдельно горные пейзажи готовим портретные помощники помощников портретных и многое многое из того что с чем приходится сталкиваться с художником иногда в одной фотографии можно найти только тоновое цветовое соотношение для своей будущей картины то есть тебя не интересует то изображение которое там тебе нужно соотношение цвета а здесь тебе уже решено то есть это фактически у тебя будут карты схемы подсказки поэтому стесняться этого не надо и те художники которые фыркают ну это снобы это злобствующие на самом деле многие художники стыдятся того что они работают с фотографией но это нормально поэтому мы готовим для вас это но это не повод пользоваться только дисками потому что или только тем подбором который вы сделали сами в папке в своем компьютере потому что опять же я объясняю мы часто делаем одну вещь с нескольких фотоматериалов листать и вы с ума сойдете поэтому с диска лучше всего напечатать ну опять же ну потратиться но это будет очень удобно и пока у вас не будет этой стопки вам будет очень неудобно поэтому поэтому вы ну вот как только мы закончим этот фундаментальный труд сможете приобретать у нас и в таком виде и даже в таком насколько я понимаю в некоторых местах трудно даже заказать негде фотографии вот мы тут в москве с трудом нашли место где заказать фотографии либо какие-то странные еще недавно всюду были эти фотосалоны сейчас по проблемнее поэтому и так будем их делать и так сейчас мы с вами сделаем палитру вот такого типа да как мы уже видели для того чтобы ну чтобы вы уже наглядно увидели эту задачу значит смотрите я в баночку я надеюсь баночки у нас покупать не надо это вы найдете и так значит мы в какую-нибудь такую-нибудь баночку нальем наш разбавитель простой человеческий разбавитель например номер 4 есть разбавители с разными запахами вы можете покупать понравившийся вам запах есть некоторые которые претендуют на вообще без запаха можете и такой сейчас выдавлю красочку еще обратите внимание на то сколько я сейчас буду выдавливать краски я подготавливаю сейчас не только для того чтобы палитру сделать но и для того чтобы пописать посмотрите обычно простой нормальный человек выдавливает вот такое количество краски вы видели да нормально выдавливать столько а белил которых понадобится более чем остальных красок выдавливать даже столько теперь мы берем наш разбавитель кистью берем белильца так берем белильца сделаем сметанный замес обращаю ваше внимание на то что мы здесь кисть не полощем и не промакиваем не полощем не промакиваем только маканием берем влагу для разжижения взяли влагу миснули миснули на пол еще взяли красный взяли взяли желтый взяли голубой три основных цвета железы взяли и попачкали хорошенечко попачкали вы видите я не делаю совсем однородное просто потому что у меня хорошая привычка не делать скучное однородное и вы тоже так поступите не поменять так вкусно как пах в у у а Ну и тряпкой, спокойно, вот таким как бы тампоном. Создали вот такую мглистую среду. Все, ваша палитра готова. Рекомендую сделать сразу несколько, потому что иногда не хватает места на одной палитре. Во время в пылу работы заканчивается место на одной. И приходится ее мыть, чистить для того, чтобы чистые цвета использовать. Поэтому сделайте сразу несколько, три, например, пригодятся. Дадите им высохнуть. Дня два они посохнут. И когда они полностью высохнут, вы выдавите снова краски на них и будете приспокойненько писать. Вы видите, я несколько припачкал холст. Но скажу вам так, что это хорошее происшествие в назидании. В том смысле, что к обратной стороне холста не относиться с неким чистоплюйством. Ну, хотите, протрите. Но иногда даже вот в таком виде холст как будто имеет историю. Как будто с ним уже общались. Это же всего лишь обратная сторона холста. Вот у меня сейчас грязноватый палец оставил следок. Мы же все равно это все закрасим. Поэтому напрасное чистоплюйство ни к чему. Пускай живут. Белость холста очень часто даже смущает, страх появляется. Поэтому часто мы первый вклад в картину делаем, избавляясь поскорее от белого. Может быть, вы помните фильм Тарковского Андрея Рублева. Когда Рублев подходит к гигантской белой стене, берет ком раствора. Ну, темного же немножко раствора. Берет, подходит к стене и просто слегка его пачкает. Как бы ставит точку отсчета всему. Поэтому относиться к холсту надо именно как к рабочему. К рабочей площадке. Не боясь его подпачкивать.